Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Юрий Аксенов, и я продолжаю играть в дворф. Напоминаю, мы победили первого босса, и вот мы уже в пещере, где раньше жили дворфы. Давайте посмотрим, что же нас в этой пещере ждет, кого мы встретим, и с кем нам предстоит сразиться. Вау, эти грибы выглядят пухлыми и сочными! Грибные луга. Прекраснее, чем может описать любая книга. Дедушка сказал, что наши предки бежали сюда во время Великого Исхода. Должно быть, я первый дворф, побывавший в этих пещерах за века. Что ж, будем надеяться, что ты живым выйдешь за пределы горы. Мне не нравится, как по потолку ползут тени. Походу, с кем-то сейчас сразимся. Так, получить голову тролля наше задание остается для того, чтобы спасти жизнь нашего отца и доказать нашим соплеменникам, что тролли существуют и что они хотели подставить эль. Ой-ой-ой! Так, ставим эти штуки, в принципе, против пауков. Они неплохо, неплохо себя зарекомендовали. Так, и смотрите, с кого-то даже монетка там выпала. Давайте соберем все быстренько. Все, с пауками, по-моему, покончено. Конечно, тут стоит поисследовать, потому что здесь очень много вот этих вот кувшинов, сундуков. И нужно собрать все-все монетки для того, чтобы потом прокачать все наши башни, все наши турели. Так, долбаем потихонечку. И вот я думаю, куда нам идти налево, направо. Давайте посмотрим. Если сейчас будет направо какой-нибудь проход, пойдем туда, чтобы лишний раз не возвращаться, не тянуть время и, соответственно, изучить эту пещеру. Так, опять пауки. Да что такое? Да что такое? Блин, я не то поставил. Блин, 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 они меня окружают. Вот же тварюги. Чайнистоногие. Ой, я чуть не стал Человеком-пауком только что. Они меня... Ну, они меня укусили. Возможно, я еще стану Человеком-пауком. Майклом Моралесом эдаким. Так. Я с перепугу опять просто не ту кнопку нажал, не ту эту поставил турель. Да, пугает, конечно, иногда игра своей неожиданностью. Так, в общем, да, все правильно. Я... Блин, застрял. Все правильно, я пошел туда, и мы вышли как раз-таки обратно в центр. И теперь пойдем уже по правильной дорожке, которая нас приведет куда надо. Так, вот это отлично я сделал. Так, давайте еще сюда поставим. И паучков порежем на мелкие-мелкие кусочки. Так, здесь вообще отлично все было сработано. Да, блин, еще бегут, еще бегут. Быстрее, быстрее. Все. Питер Паркин. Можешь, можешь идти и превращаться в Человек-паука. Но это, по-моему, обычные пауки. Они радиоактивные, поэтому вряд ли нам что-то от них будет и прибудет. Пещера мрачная, пещера темная. Очень страшно по ней ходить и изучать. Так, монетка. Давайте соберем. О, это ж наш друг-торговец. Кстати, я забыл. У меня же есть вот эта вот способность резкий рывок делать. Я ее даже и не применяю. Дверф добро пожаловать на границе того, что когда-то было древним дворфийским королевством. Королевством Кроумарк. Тьфу, вот тебе и Дверф. Первый дворф, побывавший в этих кишащими пауками пещерах. Сла опередил тебя. И правду, Махнатик, я наткнулся на эти места много лет назад. Вся гора кишит чудовищными существами. Если ты хочешь выжить, Дверф, тебе нужно знать сильные и слабые стороны каждой турели и ловушки. Древние кузнецы-войны владели мощным арсеналом. От сокрушительной ударной турели до турели с боевыми топорами, раскалывающую черепа. Ох, и турель Тесла. Этот механический шедевр просто завораживает. Ты освоишь их все, а пока возьми эту швыряющую туннель. Турель. Она широко разбрасывает камни и отбрасывает приближающихся толпы врагов. В общем, даже в яму можно будет скинуть. Окей. Уже хочу ее испробовать. Что это за турель такая швыряющая? Она стреляет галькой. Угу, понятно. Так, может быть, что-то мы сможем улучшить сейчас? Так. Ну, в принципе, наверное, можно вот это прокачать. Пусть получит эти ва у нее будет. И потом, может, уже будет и дальше эти. Так, вот моя любимая турель. Пожалуй, что стоит прокачать у нее, может быть, лезвие? Давайте лезвие прокачаем, чтобы она больше урона наносила. И, соответственно, становилась еще куда более сокрушительной. Так, возвращаемся в главное меню. Метательная турель у меня теперь на правой кнопке. Справа. И мы попробуем ее применить. Походу, сейчас уже... А вот, ее нужно будет сюда поставить. И давайте так и сделаем. Прям так, как нам в обучении показали. И посмотрим, как она работает. Кстати, вот кувшинчик чуть мимо него не пробежал. Она метает галькой и немножечко отталкивает врагов в сторону. В принципе, неплохо. Смотрите, по три камня она кидает. И, в принципе, толпу такую вот может покромсать и поканать. Так, все, что ли? Походу, все. Можно забирать наши кристаллы. Но не такая, конечно, эффективная она, как лезвие. Но, тем не менее. Так, ничего тут больше нету. Можно идти дальше. Так, контрольная точка достигнута. Это ничего хорошего не означает на самом деле. Так, давайте вот так поставим. И вот так. Ой, я застрял тут. Отлично, блин. Так, и вот эту сюда еще влеплю уж, блин, до конца. Надеюсь, это мне хоть поможет как-то победить. В принципе, да. Ой-ой-ой, смотрите, это летающие вот эти вот какие-то крысы. Летающие мыши. Это новые враги. Реально. Так, ставим, ставим и убегаем. Они просто бешеные. Они просто все сносят. Так, метающие турели. Давайте, помогайте. Я зажат здесь. Так, я пробегаю, я пробегаю. Ставлю эту турель. Давайте еще вот эту поставим. Блин, отстреливайтесь, отстреливайтесь. Все? Все, мы отбились кое-как. Это было жестко. Я на волоске от смерти был. У меня очень мало ХП. Вот, кстати, ХП. Нужно быстрее его подобрать. Там какие-то новые бедрилы летят. Что это за шершень? Меня новые противники ужасно сильно пугают, если честно. Давайте влепим вот эти штуки. И еще... Блин, нет, это мне не надо, кстати. Ммм, они стреляются, кстати, оказывается. Вот оно что. То есть против них нужно определенно использовать только такие вот пулятельные аппараты. Ну все, мы с ними разобрались. Надо было просто поставить, наверное, даже... О! Лавка. А тут что у нас? Давайте посмотрим. Что не так с этими грибами? Посмотри на всю эту слизь. Фу! Пахнет хуже, чем ботинки Арика после дневного дозора. Да, что ж с этими грибами на самом деле? Они... Они реально смердят. Если бы я был мнительный, наверное, почувствовал бы этот прекрасный аромат. Так. Швыряющие турели имеют ограниченный радиус действия. Стрелы летят дальше. Да, я уже понял это. Смотрите, тут есть рычаг, кстати. Оба-на! Это тайничок! Отлично! Пошлите заберем этот тайничок. Возможно, там есть еще кристаллы. Мне кристаллы лишними не будут. А, блин, нужен ключ. Окей. Пошлите искать ключ тогда. Сюда нельзя пройти? Нет, нельзя, к сожалению. Так, 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 так. Верстачок тут, но у нас 27 монет, нам не хватит. Так. Мне вот этот звук не понравился. Нас заперли здесь. Так, нужно сейчас как-то сработать эффективно. Так, давайте ставим сюда такую турель, сюда такую турель. Сами убегаем. И да, смотрите, мы на раз-два справились с этими штуками. Надо быстрее ставить. Еще. И тогда, в принципе, нам ничего не страшно и ничего нам не грозит. Даже пауков мы поканали. Так, монетки, монетки. Все. Дорога свободна. Можно идти и не переживать ни о чем абсолютно. Так, а... Ой-ой-ой, это еще что такое-то? Че еще за бешеный гриб? Офигеть, он взорвался и навонял, и... Эта вонь наносит урон. Это какой-то гриб камикадзе. Назовем его пока так. Потому что имя я его не знаю. Эри, задержи дыхание, если мне придется пробежать сквозь эти ядовитые грибные облака. Что ж, не позволим приближаться к нам. Окей, постараемся. Блин, опять эти грибы. Не знаю, что делать, только вот так вот предлагаю поставить. И пока что просто ждать. И надеяться, что до нас эти грибы не доберутся. Так, все. Отлично. Подождем, пока эти облака рассосутся. Все, пошлите. О, вон он ключ. А как мне его достать? Пошлите назад. Я не хочу пропускать награду, потому что эта награда может стоить мне кристаллов. По крайней мере, я увидел этот ключ. И пока еще не поздно вернуться. Кстати, наш друг уже как-то там оказался. Я не понимаю, как он перемещается. Дал бы он нам лучше такой же способ перемещения, как у него. О, уже здесь. Круто. Так, вот где-то за этим грибом есть ключ. Да, я бы его явно не нашел, потому что гриб дорогу закрывает. И абсолютно ничего не видно. Так, сюда, да? Да, все верно. Фух. Откроем. О, ну тут, в принципе, хоть и не кристаллы, но монет здесь неплохо было много. И у меня теперь их 50. То есть я смогу что-то сейчас прокачать. Давайте посмотрим. Так, шипы я явно не буду прокачивать. Может быть, вот эту турель? Так, скорострельность или... Что это? Три урона яда наносит. Давайте яд прокачаем. Я думаю, будет эффективно. Есть еще что у нас? Электричество. Отлично. Но на это нам пока что не хватает денег. Все. Теперь можно с чистой совестью, с пустыми сундуками идти. И, соответственно, узнать, что же нас будет ждать дальше в этой игре. Так, пошлите, ребят. Я, правда, не хочу встречаться ни с какими грибами, ни с какими там пауками, ни с какими летающими мышами. И тем более с шершнями. Снова ты откуда так хорошо ориентируешься в пещерах? Вот и я не пойму. Я, знаете, пещер наизусть, эта гора была моим домом на протяжении многих лет. Не по своей воле никогда этого не забуду. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты напоминаешь мне меня самого. Меня тоже вынудили делать почти невыполнимое задание в Кроукресте. Но меня схватили тролли, и мне пришлось жить здесь, во тьме, вдали от моих близких. Не хотелось бы прерывать, но сейчас не лучшее время для твоей душесчипательной истории. Этой душесчипательной истории касается не только меня, Мохнатик. Но ты права, сейчас неподходящее время. Каждая потерянная минута приближает дворфов и эльфей к кровопролитию. А тролли к победе. А теперь двор вдалой с моих глаз. В общем, мне еще кажется, он нас либо предаст, либо типа того. В общем, с ним, конечно, дружить нужно осторожно. Но на самом деле интересная его история, кто он такой вообще. Явно не дворф. А может быть и дворф. Но лицо он постоянно скрывает. Так, сейчас, походу, будут противники. И, соответственно, нам нужно что-то грамотно здесь сделать. Так, давайте вот так. И больше мне ни на что не хватает. Это фигово. А, я не то поставил. Так, вот это и вот это. Воу-воу-воу! Вот это бешеные пауки! Они пробили просто. Они все пробили. Все мои турели. Я не был готов к такому противостоянию. Это просто какой-то ад. Это просто ад. Я не могу ничего поставить. Мне не хватает кристаллов. Это ужас какой-то. Бежим! Ребята! Я на последнем издыхании. Просто жесть! Офигеть! Сейчас еще этот гриб, блин, рванет. Так, ставим сюда. Так. Интересно, этот газ на этих грибов действует на самих или нет. Так, по крайней мере, грибы до меня не добегают. И это меня уже радует, если честно. Так, вот эта турель может быть скоро ликвидирована. Давайте ее сами ликвидируем и поставим новую. Так, сверху пока что все хорошо. ХП у меня на исходе. Меня просто сейчас могут на изи-пизи убить. Так, ставим, ставим, ставим вот эти вот пушки. А сами убегаем, потому что нас могут легко расстрелять. Они, кстати, теперь еще и травят. Так что эффективное оружие, я бы сказал так. Так, на всякий случай я влеплю сюда турели. Но, по ходу, все. Врагов больше нет. Фу, давайте изучим локацию. Так, тут ничего нету. Там ничего нету. Ну и, соответственно, тогда можно идти вперед. Так, где бы ХПшечку найти? Интересно, я бы сюда смог перелететь на тот берег или нет? Нет. Туда нельзя перелететь. Это грустненько. Так, вот тут вот по-любому проход какой-то к тайнику. Нет? Блин, так было похоже. Ой-ой-ой, это что еще за тролль убежал такой? Больше похож на гоблина, если честно. Ага, вот. Через вот эти вот, кстати, колючие какие-то вот штучки можно проходить, оказывается. А я чуть было мимо, не прошел. Интересный механизм. Так, очередная контрольная точка. И небольшая такая головоломочка. Давайте проверим, как она работает. Кнопочка. Ага, это закрывает ее, окей. Так, открываем тут, заходим сюда. Так. Ай-яй-яй, обманули меня. Не смог я разгадать эту загадку. Так, раз, два. Отлично. Вот так вот должно получиться уже. И мы откроем сейчас те ворота и зайдем туда, прямо к тому маленькому гоблину троллю. Кто это? Дверф, Дверф, хватай его, хватай этого тролля, отруби ему голову. Что? Что? Меня? Нет, не трогайте меня. Ты же тролль, вот именно. Ты пожалеешь, что напал на дворфов. Ты? Ты дворф? Я никогда в жизни не причинал вреда дворфу. За всю жизнь я видел только одного. Не считая старых дрофийских статуй в городе Хордал. Ах ты лживый вонючий тролль, ты умрешь, тролль-воин. Послушай, дворф, Балабамир не воин. Я собираю травы и ловлю жуков, а не размахиваю оружием. Ты, должно быть, ищешь солдат вандры. Эти твари готовы драться из-за куска мяса. Ну, папа всегда говорил мне не драться с тем, кто не провоцирует драку. Но ты можешь сказать мне, где находятся солдаты вандры. Я должен... Эм-эм-эм-эм-эм. Верните голову. А, верни голову мерзкого тролля. Какой у нас бешеный этот питомец просто. Подстрекатель. Ой, а я-то думал, что вандры ее твари жестокие. Ну да, действительно, наш питомец и не только прибухнуть любит. Так, я должен принести вождю Тейну доказательство того, что тролли существуют. Вандра обманула его, заставив поверить, что эльфеи совершили набег на нашу деревню, и теперь он хочет отомстить. Если я не принесу ему голову тролля, то начнется война. Иначе мне никто не поверит. Вождь Тейн и остальные думают, что вы тролли всего лишь миф, страшилка и сказок на ночь. Это твое дело. Недалеко отсюда есть лагерь. Собравшиеся там войны могут быть теми, кто совершил набег на вашу деревню. Следуй за мной, я покажу тебе дорогу. Вот так вот. В принципе, неплохой такой чувачок оказался. Это его хижина, что ли? Обычно из этих хижин выходят враги. Так, давайте изучим тут, потому что тут какие-нибудь бонусы 100%. Броня! Отлично! Так, тут нет прохода... Есть! Есть! Это хорошо! А так, а за этим грибом, может быть, что-то тоже спрятано? Нет, за этим ничего. Но спасибо разработчикам, что заставляют меня проверять, что да где здесь. Так, вот хпшечка, которая мне, кстати, очень сильно нужна. Так, монеточка. Но это не та певица, я имею в виду, а просто монеточка, вот эта шестереночка. Так, тут еще одна монеточка. И куда он нас привел? Вот он, тот самый лагерь. Угу, вот они, да. Что ж, жратвы больше нет. Ну, тогда, пожалуй, пойду патрулировать. Позабочусь о том, что ни один из этих противных ядовитых монстров больше не преследовал нас. Ты их и не боишься. От этих ядовитых тварей у меня мурашки по коже. Нет, если посмеют на меня напасть, моя кувалда их раздавит. Ха-ха! Нравится вам или нет, когда вот таким вот я голосом разным пытаюсь читать? По ролям, так сказать. Пишите в комментариях, я обязательно учту это в будущем. Так, здесь, смотрите, наш дружочек. У троллей стражи есть щиты, блокирующие камни и стрелы. Окей, я уже понял это. Так, и что мне нужно будет победить сейчас этого Балабамир? А, Балабамир это наш друг. Я думал, что это был ты, кузен Гурак. Кузен Балаби, ты попал в плен к врагу? Подожди, ты один из троллей, напавших на мою деревню. Хм, освободи моего кузена, или я размажу тебе голову кувалдой. Не глупи, кузен Вандера, настоящий враг. Этот двор спас мне жизнь. Что ты говоришь, Блаби? Придется вбить кувалды. В тебя хоть немного здравого смысла. Ты не понимаешь, Гурак, этот двор милосерден и опасен. Я не хочу драться, Гурак. Но я воспользуюсь своими турелями, если придется. Турелями? Ты? Ты кузнец войны? Как из древних сказок? Давай просто разойдемся. Боюсь, я не могу позволить тебе уйти с этим дворфийским молотом. Это часть моего наследия. Ау, только не моя кувалда, жестокий дворф. Вот тебе она, твоя. Береги ее. И ты береги себя, Гурак. Держись подальше от Вандеры. Так, что это за молот? Удержите кнопку рывка, чтобы ударить молотом Гурака об землю. Нанеся 100 урона и отбросив врагов на 3. Зарядите его возле верстака. Так, давайте попробуем сначала ударить. Вау, это эпично. Так, все, мы его зарядили. Теперь можем идти. Спасибо за подарочек. Обманули мы его все-таки. Он тоже верит в эти все сказки, легенды. И думает, что мы просто какие-то бешеные мегавойны, которые готовы на любые жертвы ради победы и готовы уничтожить всех и вся. Так, давайте поставим вот эти штуки и поставим вот так вот турель. Блин, еще отсюда бежит. Я не был готов к этому, что меня окружат. Блин, 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 блинский. Так, рывок делаем. Так, собираем обратно все вот эти турели. И ставим сюда вот эту. Так, все, походу мы победили или нет? Так, нет, мы не победили еще. Мы в самой-самой западне находимся, походу. Так, ставим сюда, ставим сюда. Так, забираем вот эту штуку. Ставим ее. И сюда ставим турель. И, в принципе, дело в шляпе должно быть. Я защищен со всех сторон. И шипы сейчас поканают того чувака с щитом. Да, мне нету равных пока что. Я справляюсь отлично. Так, давайте сюда отойдем. Может быть, это как-то за... Ой-ой-ой-ой. Рано я себя оценил. Потому что врагов недооценивать тоже не стоит. Так, 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 так. Ставим вот эту фигню. Ставим вот эту фигню. И вот эту фигню тоже давайте поставим. Это просто жесть. Я зажат. Придется применить молот. Вау. Молот был крут. Все, меня убили. Придется как-то более грамотнее выставить тактику. Точнее, не выставить, а выстроить. А выставить нам придется турели и пушки. Так, сейчас подумаю, как же нам это сделать. Так, давайте это сюда поставим. Это сюда. Так, это сюда и это сюда. Пока что, я думаю, нам в принципе такой обороны хватит. Я пока что по берегу ХП. Так, оттуда гриб сейчас побежит. И оттуда гриб. Это фигово, конечно. Или не гриб? Не, не гриб. Слава богу, что не гриб. Так, давайте поможем нашим бумерангам. Так, так, так. Аккуратно, аккуратно. Меня зажали уже с двух сторон этими турелями. Нужно будет сейчас подумать, как грамотно расставить метающие штуки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не ту кнопку нажал. Не ту кнопку нажал. Выпустите меня, пожалуйста, отсюда. Так, сюда ставим. И сюда. Так. Пока что стоим здесь. На месте. Так. Ай-яй-яй. Ставим турели. Бежим, бежим. Пока что отсюда. Так, 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 так. Нет, 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 нет. Подождите, подождите, подождите. Не убивайте меня. Не убивайте меня. Мне нужно вот эти турели ставить, иначе, иначе я умру. Молот! Так, молот пришелся вовремя, но не совсем. И меня, меня снова убили. Походу, походу тактика нужна абсолютно другая. Вот и первый хардкор в этой игре начался. Фух, так, давайте подумаем еще разок. Так, в принципе, можно занять вот тут вот позицию. Она, в принципе, тоже будет неплохая, если я сделаю вот так, например. Так, и, в принципе, можно обороняться здесь. Здесь будет побезопаснее, то есть здесь нам убегать никуда не придется далеко. Там все-таки я находился близко к этим логовам, назовем их так. И они меня очень сильно, сильно, так сказать, наносили мне урон. Так, ставим сюда новое, сюда новое. Так, давайте сюда тоже обновим, потому что могут пробить. А нам это вообще не нужно. Такс, и нужно подумать, как нам с этими летающими штуками справиться. Наверное, я поставлю все-таки вот эти новые турели, которые отбрасывают назад. Хотя они не такие эффективные. Я даже не знаю, какую правильную тактику здесь выбрать. Здесь и сейчас. Так, обороняемся. Пока что мы выдерживаем натиск. И это, конечно, меня радует. Так, ставим башню. Есть. Так, убираем, убираем, убираем. Ставим вот эту штуку, вот эту штуку. И давайте... Ой-ой-ой, не то, не то, не то, не то. Вот эту. Отравляющую штуку. Может быть, это поможет мне? Жесть, какая жесть. Убегаем, убегаем. Молот. Есть. Молот мне, походу, в этот раз помог. Это все? Скажите, что все. Потому что я больше не выдержу. Походу, все. Ребята, мы справились. Реально, вот голова, мы ее подобрали. Мы сделали это. Мы заполучили голову тролля. Фу, ну, наверное, положу ее в сумку. Что? Нет. Не в мою сумку. Фу, как мерзко. Заверни ее хотя бы. Ну да, с отрубленной головой я бы тоже не хотел в одной сумке сидеть. Так, мы справились с этой хардкорной миссией. И это, конечно, круто. В общем, голова тролля у нас в кармане. Теперь у нас есть доказательства. И принесем мы их в деревню или нет, вы узнаете в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok